Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Комментарии Игнатия Тихоновича Лапкина на толкование блаженного Феофилакта. Толкование на Евангелие от Луки 12.54.59 Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Комментарий Игнатия Лапкина. Слова Христа – это вечное семя, нетленное и непогибающее, которое падало на каменистую почву. Слушатели смотрели на него и видели, как шевелятся его губы, слышали его дыхание, слова, сходящие с его языка, на их родном языке, с их акцентом. Ибо он ничем не отличался от них, потому что пришел к своим. Они имели уши и слова их входили в их слух. Но смысл и значение ускользали. И они постоянно спрашивали, что он хочет сказать. О чем говорит Иисус из Назарета? К нам ли он говорит или ко всем? Они делились своими впечатлениями друг с другом и делали вывод. Не от Бога этот человек. Он не такой, как они. Слово «как», «зачем», «почему» отлетало, оплетало их уши, застилало их взор. Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Эту фразу блаженного Феофилакта мы повторим не раз, чтобы зримо представить обстановку, в которой трудился Господь. Он вел речь о сенье живого слова. А они смущались. Как томилось его святое любящее сердце. Он говорил им и видел их помутненный разум, заскорозлые мысли, неразвитость мышления, отсутствие воображения. Его окружал чужой народ. Иоанна 8, 43. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». Слова «не можете» имели только один смысл. «Не способны, потому что не хотите». Их мозг, разум был подобен булыжнику, которым выкладывается поверхность дороги. По их мозгам, по их ушам с детства катились колесницы архиереев и священников, которым они были преданы всей душой. Прихожане верят своим пастырям и не сверяют их слова со священным писанием. И что бы ни сказал священник, даже абсолютно не по Слову Божию, прихожане всегда отвечают. «Спаси Христос, Батюшка!» Священникам это нравится. Что стоит ему махнуть рукой и благословить? И людям это нравится. «Такой хороший Батюшка!» «Так он любит нас!» А вот такие любвистые экономисты и есть губители душ. Иоанн Златоуст говорит, что «если священник не накладывает эпитимью за грехи, церковное наказание, отлучение, такой пастырь есть губитель, а не спаситель». Иван Гриатана 5, 44. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете?» «Искать славы от Бога, может тот, кто не только верит в Бога, но и верит в Слово Божие, то есть самому Богу». То есть Бог – это то, что есть Бог, это знает и Сатана. Неверующие в существование Бога хуже Сатаны. «Христос прижел в полноту времени, когда народ более всего был приготовлен к его принятию. Готов не в смысле подготовленности слышать, а по той тьме, в которую погрузилось человечество. Надежда на спасение почти у всех исчезла и царствовала ожидание Мессии». Римлянам 5, 20. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. И когда тьма огустела до беспросветности, тогда и наступила полнота времени, время прихода Спасителя на землю». Исайя 8, 22. «И взглянут вверх, и посмотрят на землю, «И вот горе и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму, но не всегда будет мрак там, где теперь он сгустел». Галатам 4, 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился законам». Иоанна 1, 11. «Пришел к Своим, и Свои его не приняли». Проповедь Слова Божия – это проявление любви к ближнему, так как спасение души человека есть самое ценное, что есть на земле. А через проповедь до людей доходит слышание Слова Божия, то нет ничего ценнее проповеди о жертве Христа, о Его любви. Сатана это прекрасно знает, и в первую очередь старается оклеветать и убить Сеятеля. Как правило, дьявол лютует против того, кто готовится духовно родить через проповедь новое чадо Христу. Откровение 12, 4. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которая надлежала родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца». Лютуя против Христа, Искуситель бросает весь арсенал, все свои засадные полки против проповедников Евангелия. Деяние 17, 6. «Не найдя же их повлекли и Ассона, и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмустители пришли и сюда». Деяние 24, 5. «Найдя сего человека язвы общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назарейской ереси». Деяние 5, 28. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени всем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим, и хотите навести на нас кровь того человека». Иудеи не только не понимали, что Господь говорит о проповеди, но они, как служители тьмы, интуитивно чувствовали, что от проповеди зависит их дальнейшее благополучие. «Проповедь сокрушала не только идолов, но и иудейские заблуждения». Деяние 19, 27. «А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная». Они изливали реки лжи против проповедников и приходили в сильнейшую ярость, когда слышали о том, что Иисус угоден Богу Отцу, и Он находится на небе. «Проповедники» – это передовой авангард Иеговы, против которых дьявол бросает в атаку самых презренных отщепенцев даже среди своих клевретов. Деяние 22, 22. «До этого слова слушали его, Азосим подняли крик, говоря, «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Деяние 757. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Поистине, демоническая ненависть у религиозных фанатиков тьмы и мракобесия против проповедников. Против проповедующих Слово Божие дьявол, как правило, выдвигает самый мощный свой таран – ложь и убийство, ибо он – человека-убийца и лжец. Слыша проповедь Евангелия, он бросается подобно разъяренному льву на благовестников в лобовую атаку. И в первую очередь он делает это через священнослужителей, служителей алтаря. Весь Новый Завет переполнен подобными свидетельствами. Евреям 13.8. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Дух Святой и сегодня в 21 веке ищет соработников на Ниве Божией. Тех, которые не советуются с плотью и кровью, но слушают голос своего Искупителя Иисуса. И дьявол вчера и сегодня тот же, и тактики своей по отношению к проповеди не меняет. Пусть любой православный батюшка еще раз перечитает вслух перед своей паствой вот эти слова блаженного истолкователя Священного Писания, глубоко уважаемого ими болгарского архипастыря. Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Понимают ли они сами и их паства, что не проповедуя другим вот это истинно православное понимание Библии и даже не воюя против проповеди, они делаются с родственными, с теми, кто окружал Христа, что у них нет ни огня и ни меча, и слово их мертвое и никого не может оживотворить. Иеремия 23.29 «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Ефесянам 6.17 «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, в который есть Слово Божие». Евреям 4.12 «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Откровение 19.15 Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Бедное православие, какое горе еще ждет тебя за противление проповеди Иисусовой, за то, что пастырь держат в египетской тьме свою паству. Ситуацию может изменить только проповедь, притом живая, с глубокой верой проповедующего. Толкование на Луки 13.18.22 «В Царствии Божия есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих». Божественное учение подобно еще закваске, которую взяв женщина, то есть человеческая природа, положила в три меры муки, то есть в тело, душу и дух. Так что все осветилось, как говорит блаженный Павел 1 Тимофей 4.5 «И стало одним тестом через общение с Духом Святым». Под женщиной можешь разуметь душу, под тремя мерами три ее силы разум, сердце и волю. Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными. Так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но скиснут и уподобятся Слову Божию. Комментарии Игнатия Лапкина. Одного этого толкования феофилакта достаточно, чтобы убедить любого самого упорного православного батюшку, что он не православный, если не исполняет того, что здесь написано. А написан здесь приговор современному православию, превратившемуся в бесконечное обрядоверие и суеверие. Проповедь Слова Божия возможна только там, где есть любовь к Богу, любовь к людям. Священники самоустранились по благословению архиерея от любви и решились с народом изъясняться в символах, жестах, мимики. То, что мы сегодня видим, как священник общается с народом, что совершается в храмах, это не имеет никакого отношения к тому, что заповедовал Иисус. Не только каждая строка священного писания, но и толкование святых отцов вопиют, обличают современных пастырей, что они не наемники, а люди, которые творят волю свою, волю архиереи и патриарха и не знают ни Бога, ни слова его, ни евангельской веры, ни православной веры. Нет конца перечню этих атрибутов, притом важных, как считается и необходимых. Нет конца тем святыням, которые придумали православные искусники пустын нажители. И все это только для того, чтобы заменить Слово Божие, чем-то заполнить этот вакуум. Древние иудеи, даже вошедшие в Церковь Христову, все время навязывали свои плотские законы и закон Моисеев новозаветной церкви из язычников. Иудеи никак не могли смириться с тем, что Христос достаточен сам по себе для спасения без субботы и без обрезания. Плотской невозрожденный человек сам по себе исключительно мелочен. Он не может представить цельной картину и ход развития Церкви. Замысел Божий в отношении человека, что все и во всем Христос. Плотской человек из тысячи маленьких святых дел пишет свою биографию, считая, что в его активе все это необходимо и не будет лишним. И дьявол это отлично знает и не препятствует. При коммунистическом сатанинском режиме были назначены специальные сатрапы, уполномоченные по религиозным культам, чтобы создать лояльные отношения церкви к государству. Следователи на допросах говорили проповедникам, что вы лезете к людям со своей проповедью, верили бы как моя бабушка и никто бы вас не трогал. Она ходит в церковь, исповедуется и причащается. У нас это разрешено. У нее нет никакой Библии и ей этого достаточно. У нее есть иконки, которые стоят в шифоньере. Прекратите эту агитацию иначе мы вас сотрем в порошок. Вы совращаете свои проповеди людей и не даете им быть активными строителями коммунизма. Но архиепископ Феофилакт на основании всех святых отцов учит далеко не так, как учили уполномоченные и как учат сегодня батюшки. Царствие Божие есть учение и проповедь, ибо через проповедь воцарилось оно в душах человеческих. Божественное учение подобно еще закваске. Три ее силы разум, сердце и волю. «Кто в эти силы сокроет Слово Божие, тот сделает оные совершенно духовными, так что ни разум не будет сомневаться в учении, ни сердце и воля не будут стремиться к неразумному, но вскиснут и уподобятся Слову Божию». Божию.